Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Продолжаем изучать полезные инструменты, которые позволят сделать работу в интернете более эффективной. В этом уроке я расскажу вам, может быть, об одном из наиболее полезных инструментов. Инструменты экономят колоссальное количество времени и нервов. Расскажу о браузерном расширении, то есть о программке, о приложении, которая прописывается в ваш браузер, в моем случае это Яндекс.Браузер, и расширяет его возможности. Сервис называется LastPass, это сохранение паролей. Вот на что тратится колоссальное количество времени. Вы ищете пароли от чего-то, от ваших сайтов, социальных сетей и так далее. Как в большинстве случаев люди хранят пароли? Кто-то их записывает на бумажке в тетрадке, что крайне неудобно, потому что неразборчиво. Очень много ошибок бывает при переносе паролей. Кто-то записывает в каких-то электронных документах. У меня очень долго все мои пароли хранились на флешке, но уже несколько раз я эту флешку терял, и было такое ощущение, как будто теряешь себя. Потому что, когда вся информация, которой ты пользуешься, куда-то исчезает, становится очень неприятно. Но есть другое, более правильное решение. Это вот такое браузерное расширение, сервис LastPass, который сохраняет все ваши пароли на облаке. И вам требуется знать только один пароль от этого сервиса. Вы его запоминаете, а все остальные пароли хранит этот сервис. Когда расширение работает, работает правильно, оно отображается в правом верхнем уголке в виде такого красного значка с белыми точечками. Вот если вы пройдете по открытым сайтам и наведете на LastPass, ну вот давайте вот с этого сервиса, он показывает, сохранен ли пароль, на какую почту был сохранен и так далее. Смотрите, ВКонтакте. Вот, сохранен на какой номер. Если на сайте нет сохранения пароля, то есть он ничего не сохранял, то на значке ничего не отображается. Как работает этот сервис? Я покажу на примере вот сайта, на котором я сейчас попробую зарегистрироваться, и сервис сохранит мои пароли. Ну, придумываю какое-нибудь имя, придумываю какой-нибудь пароль, подтверждаю, что я принимаю условия и нажимаю регистрация. Смотрите, что сейчас происходит. Появляется вот такое пуш-уведомление, всплывающее окошечко. LastPass говорит, будем сохранять пароль вот для этого сайта. Все, что вам нужно сделать, если хотите сохранить пароль, нажать на кнопочку «Добавить». Если не хотите для этого сайта сохранять пароль, ну, например, до сайта Сбербанк и так далее, тут пароли лучше не сохранять, даже на таком проверенном сервисе. Можете нажимать «Ново». Я скажу «Да». Все, вот пароль сохранен. Теперь, если я буду заходить на сайт «Складчик», то LastPass автоматически заполнит все поля, связанные с авторизацией, и я спокойненько сайтом этим могу пользоваться. Не надо думать, что ваши пароли могут быть кем-то сворованы через этот сервис. Нет. Это зарубежный сервис, который работает уже очень давно. Пароли хранятся в зашифрованном виде, и даже владельцы этого сервиса не имеют доступ к ним. Вот не говоря уже о каких-то там злоумышленников. То есть злоумышленники чаще всего ломают социальные сети. Если вы сохраняете пароли в браузере, вот это очень типичная ошибка, которая приводит именно к тому, что ваши пароли будут ломаться. Так делать не надо. И потеря паролей чаще всего происходит из-за того, что на всех сайтах у вас один и тот же пароль, и этот пароль ваше имя и год рождения. Все. Значит, это опять же прямая дорога, что ваши аккаунты взломают. Значит, для того, чтобы установить это приложение, делается это опять же с официального сайта. Ссылочку я на него размещу по уже традиции под этим видео. Переходим на сайт, нажимаем вот на эту кнопочку «Взять свободную версию», и дальше идем по инструкции. Ничего сложного нет. То есть, если вы уже посмотрели предыдущие уроки и выполнили домашнее задание по ним, никаких проблем не будет. По аналогии, как мы устанавливали лидер-таск. Установили, зарегистрировались, и, пожалуйста, пользуйтесь. Если возникнут какие-то проблемы с установкой, либо с работой этого расширения, пожалуйста, пишите в домашнем задании, я сниму более подробное видео по установке, регистрации в Лас-Паст и так далее. Рекомендую все-таки посмотреть предыдущие уроки, где мы об этом с вами говорили. Большое всем спасибо, всем успехов, до свидания.